Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале ПсихВарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «За воживых, оплакив и мертвых, разбивая молнии» мы сегодня будем рассказывать на очень важную тему, почему у больных шизофрении низкая рождаемость. Я думаю, что эта проблема на самом деле заинтересует всех, в том числе заинтересует также защитников прав человека, потому что я считаю, что эти права человека иногда у нас очень и очень грубо нарушаются. Итак, вообще-то ответ на этот вопрос, почему у больных шизофрении низкая рождаемость, он на первый взгляд кажется достаточно простым. Согласно современной гипотезе, дофаминовой гипотезе формирования шизофрении, даже уже не гипотез, а теория скорее всего формирования шизофрении, при шизофрении происходит повышение активности дофаминовых нейронов в мезолимбической системе, из-за этого формируются бред и галлюцинации, а вот в мезокортикальном пути, то есть при фронтальной коре, наоборот, дофаминовая активность падает, отсюда затруднения с мотивацией, отсюда нарушение поведения. Какие? Это так называемые негативные симптомы, апатоабулический синдром, понижение активности дофаминовых нейронов, это уплощенный аффект, это эмоциональная отгороженность, это пониженная активность дофаминовых нейронов приводит к асоциальности, ведь я эту асоциальность изобразил в виде этих самых трех обезьянок, то есть это не асоциальность психопатов, которые там чем-то занимаются, что-то асоциальное делают, это люди не включаются в социальное взаимодействие. Конечно же, если человек не включается в социальное взаимодействие, то ему организовать семью, конечно же, чрезвычайно сложно, поэтому из-за негативных расстройств больному шизофрении очень трудно заводить семью, ему очень трудно рожать детей. Дальше больше. Дело в том, что в дело вступают нейролептики. Итак, больные шизофрении получают нейролептики, это для всех, в общем, является аксиомой. А как действуют нейролептики? Нейролептики действуют следующим образом. Вот есть два нейрона, мы много раз об этом рассказывали, они обмениваются между собой сигналами. Эти сигналы, это, собственно говоря, нейромедиатор дофамин. Вот один нейрон испускает дофамин, другой воспринимает. Воспринимает с помощью постсинаптических D2-дофаминовых рецепторов. А что делает нейролептик? Нейролептик делает следующим образом. Он прикрепляется к этим самым дофаминовым рецепторам, фактически он не дает дофамину воздействовать на эти рецепторы. Общение между рецепторами, между нейронами, прошу прощения, прекращается, и активность дофаминовых нейронов падает. И беда, к сожалению, в том, что мы не научились избирательно снижать активность дофаминовых нейронов там, где нам нужно. К сожалению, существует неизбирательность воздействия психотропных препаратов, поэтому при назначении нейролептиков, особенно мощных, конечно, нейролептиков, происходит падение активности дофаминовых нейронов везде. Это приводит к тому, что в мезокортикальном пути еще более усиливаются негативные расстройства, потому что к ним прибавляются эффекты нейролептиков. Хорошо, что падает активность в мезолимбической системе, бред и галлюцинации проходит, но в негростреарном пути это приводит к нарушению двигательной регуляции, так называемой лекарственной паркинсонизмом. И единственное место, где дофамин у нас является нейромедиатором, вообще дофамин нейромедиатор активизирующий, но вот единственное место, где он является нейромедиатором тормозящим, это туберинфандибулярный путь, где, собственно говоря, происходит регуляция гормонов. Чуть ниже я об этом скажу. Так вот, когда мы назначаем нейролептик, то этот нейролептик прекращает тормозящее действие дофамина в туберинфандибулярном пути. То есть везде наступает торможение, а вот здесь, где идет регуляция гормонов, наступает наоборот активация, что я и показал зеленым светофором. Что же там, собственно говоря, происходит? Еще раз хочу сказать, в отличие от других участков головного мозга, дофамин в области гипоталамуса является тормозящим нейромедиатором. И он фактически тормозит выделение нейромедиаторов. Что дальше происходит? Дальше мы назначаем какой-нибудь нейролептик. Он соединяется все с теми же Д2-дофаминными рецепторами и не дает выполнять дофамину свою тормозящую функцию. И начинается выделение различных гормонов. И самым важным среди них, конечно же, является пролактин. Потому что вот то, о чем мы сегодня рассказываем, снижение рождаемости, в первую очередь связано с пролактином. Что же такое пролактин? Пролактин – это гормон. Он же можно его и рассматривать в качестве нейромедиатора. Потому что его задача – это снижение либидо, влечение и удовлетворение. Зачем вообще это нужно в норме? Зачем нужно снижать либидо? Ну, например, пролактин выделяется тогда, когда женщина осуществляет кормление младенца. И, соответственно, ей, конечно, половая активность в этой ситуации не нужна. Так что природа распределась очень и очень грамотно. Обратите, пожалуйста, внимание, что внизу нарисован дофамин. Вот дофамин – это нейромедиатор, который повышает либидо, влечение и удовлетворение от занятий сексом. Что же у нас с вами происходит еще раз на схеме, если мы назначаем нейролептик? Нейролептик будет увеличивать уровень пролактина. Тогда будет снижаться либидо, влечение и удовлетворение. Но еще, к тому же нейролептик, снижает дофаминовую активность в головном мозге. И, соответственно, еще больше будет снижаться либидо, влечение и удовлетворение. Но дело на этом не останавливается. Потому что сама по себе гиперпролактин и миа ведет к другим нарушениям, связанным с концентрацией различных гормонов. Это торможение синтеза эстрогена, тестостерона. Почему и эстрогены, и тестостерон? Потому что это касается и мужчин, и женщин. У женщин это проявляется нарушениями менструального цикла, аминореи, остеопорозом чаще. А у мужчин это может проявляться импотенцией. И это все приводит еще и к бесплодию. Вот здесь очень хорошая картинка. Потому что на самом деле, картина гиперпролактин и миа, как-нибудь об этом обязательно расскажем, у мужчин и женщин она разная. Потому что у женщин это достаточно выраженное, может быть, изменение молочных желез, которые напоминают те, которые возникают при кормлении. Это может быть нарушение менструального цикла. Это отсутствие месячных. Конечно, при отсутствии месячных вообще никакой беременности говорить невозможно. А мужчин это первые признаки. Это, конечно, снижение полового влечения. И уж потом дело доходит до импотенции. Но, тем не менее, и там, и там это все приводит к тому, что, конечно же, рождаемость будет снижаться после назначения нейролептиков. И так, конечно, длительного приема. И так, сама по себе шизофрения за счет негативных симптомов. Нейролептики за счет влияния на дофамин и пролактин. Что же еще? Еще, конечно, нельзя исключить ятрогенного фактора. То есть, вот эти все вещи, они как бы, ну, скажем, от них трудно избавиться. Потому что они природные. Вот так тесет шизофрения. И, к сожалению, снижается уровень дофамина в префронтальной коре. Точнее сказать, снижается активность дофаминовых нейронов в префронтальной коре. К сожалению, надо лечить психоза. Потому что, я хочу подчеркнуть, и мы рассказывали об этом, что во время психоза происходит гибель нейронов. И, соответственно, психоз нужно подавить как можно быстрее для того, чтобы прекратилась не просто бред и галлюцинация, для того, чтобы прекратить вот эту вот гибель нейронов. Так что тут ничего не поделаешь. Но есть еще и ятрогенный фактор, который, собственно говоря, наносят сами врачи. Ну, мы говорили уже об этом очень известном главном психиатре Москвы, Георгии Костюке, у которого как-то образовалось очень много Депакина в больнице. Депакин это Вольпраат. И он решил, что хорошо бы этот самый Депакин назначать больным вместе с нейролептиками при лечении шизофрении. То есть, вот к той картинке, которую мы с вами уже нарисовали, туда еще добавляется Депакин. Зачем он это делает? Ну, какое отношение имеет Депакин, который влияет прежде всего на гамкоргическую систему, к шизофрении, к дофаминовой гипотезе шизофрении. В теории, даже сказать, шизофрении. Никакого отношения он не имеет. Но обратите внимание, Депакин имеет множество механизмов действий. Вот здесь они все перечислены. Мы обязательно посвятим Депакину специальный ролик. Множество механизмов действий. И из-за этого множества механизмов действий он и становится столь эффективным препаратом при лечении, скажем, эпилепсии или биполярного эффективного расстройства. Теперь, что касается науки. Вообще-то, как наука относится к тому, что делает господин Костюк, поощряя назначение Депакина больным шизофрении? Наука к этому относится отрицательно. Вот есть такое Кахрейновское сообщество. Это как бы сообщество наиболее солидных людей, которые объединились для того, чтобы искать как можно более научные знания, как можно более научные исследования, рандомизированные клинические, так называемые исследования, мета-анализы, для того, чтобы делать важные заключения о том, можно использовать препарат при данной патологии или нельзя. Ну так вот, в 2016 году вышел обзор по Вольпраатам. Депакин – это Вольпраат. И говорилось о том, может ли эти препараты использоваться при шизофрении. Вывод, конечно же, для сторонников Депакина неучешительный. Прежде чем можно будет дать какие-либо четкие рекомендации, необходимы дальнейшие слепые рандомизированные исследования. То есть, никаких рекомендаций в 2016 году дать было нельзя. Собственно говоря, Кахрейновское сообщество нам сообщает, не надо пока использовать Депакин, пока не получены каких-либо подтверждений. Что же произошло после 2016 года? После 2016 года было всего два рандомизированных клинических исследования. Одно было не про то. Значит, оно чисто случайно попало вот в эту выборку, которую мы делали на ПАБМЕДе изучение. Вы можете сделать то же самое и посмотреть, убедиться, что это исследование действительно не про то. А вот одно исследование было про то. Про использование Депакина у больных шизофрении. И вывод из этого исследования, опять же, неутешительный. Лечение Вальпраты может быть неэффективным в отношении нарушений мышления у больных шизофрении. То есть, ничего хорошего при лечении нарушений мышления у больных шизофрении Вальпраты не делают. То есть, на самом деле ситуация такая же, как в 2016 году, а может быть даже хуже. Не стоит использовать Депакин у больных шизофрении. Но вот почему я заговорил о Депакине, почему я заговорил о господине Костюке, и почему я заговорил о рождаемости и о влиянии врачей на рождаемость у больных шизофрении. Потому что Депакин, известно, что снижает фертильность. Возможно развитие дисменореи и аминореи поликистозных яичников, увеличение концентрации тестостерона. Обратите внимание, у мужчин вальпроевая кислота может уменьшить подвижность серосперматозоидов и нарушать фертильность. Именно из-за этого препарат Депакин-Хрона не рекомендуется принимать у детей и подростков женского пола женщин с детородным потенциалом, проще говоря, которые хотят рожать, беременных женщин, ротогенный препарат, за исключением, когда альтернативные виды лечения неэффективны или не переносятся. То есть, проще говоря, у нас есть три основных фактора. Это, конечно же, негативные симптомы при шизофрении снижают рождаемость. Это вынужденные наши меры по терапии тоже снижают рождаемость. И, наконец, действие господина Костюка, который снижает фертильность у больных шизофрении. И тут вот возникает такой вопрос. А зачем вообще, собственно говоря, все это делается? Ведь на самом деле шизофрения – это основной диагноз психоневрологических диспансеров. Вот здесь данные за 2018 год, но, поверьте мне, остается основным диагнозом. Мне просто, честно говоря, даже не хочется обновлять эти данные. Вот одно и то же. Шизофрения, примерно одни и те же цифры, это основной диагноз. Остальные там заболевания, они где-то там вообще глубоко-глубоко внизу. Что ж тогда получается? Значит, главный психиатр Москвы, он рубит сук, на котором сидит. Ведь если уменьшится фертильность у больных шизофрении еще больше, то рождаться больные не будут, у них не будут рождаться дети, соответственно, тогда количество больных шизофрении может значительно уменьшиться, согласно Дарвиновским законам. Ну, и получается, что господин Костюк, он как это самое Людовик XV, после нас хоть потом. На мой век больных шизофрении хватит, а мой преемник пусть выпутывается, как, собственно говоря, как знает. На самом деле, конечно же, господин Костюк знает толк в этом деле. Я думаю, что он все знает, и я вам расскажу сейчас, что он знает. Ну, шизофрения – это полигенное заболевание. То есть, это заболевание, которое кодируется множеством генов. Что это означает? Это означает, что если даже очень много больных шизофрении не оставят потомство, все равно вот эти гены шизофрении, они все равно будут при соответствующих браках воспроизводить количество больных шизофрении. И, в общем-то, с точки зрения популяции происходит примерно следующее. Вот здесь, в центре, видите, я красным подчеркну. То есть, может быть, что популяция с каким-то признаком, она скачкообразно нарастает, падает, она может быть низкой, потом повышаться. Разные бывают ситуации, но бывает такая ситуация, вот в частности, шизофрении, когда заболеваемость, она приблизительно на одном и том же уровне, потому что количество пациентов, страдающих шизофренией, приблизительно остается на том же уровне. Я уверен, что господин Костюк это знает, и я уверен, что он знает о том, вполне уверен, что он знает о том, и про эксперименты, фашистские эксперименты, которые… Что это, собственно, эксперименты? Уничтожение людей, да? которые проводили гитлеровцы, фашисты. Вы знаете, что фашисты в Германии уничтожили всех больных с психическими расстройствами, длительность которых превышала 5 лет. По-моему, такой был критерий. В частности, было уничтожено множество больных шизофрении. Но после того, как гитлеровский режим пал, в 50-х годах делались такие исследования, доля больных шизофрении в популяции восстановилась. Именно, вот я вам уже говорил, о из-за полигенного наследования. Конечно же, я думаю, что господин Костюк об этом знает. Он знает, что у больных шизофрении низкая рождаемость. Он знает о том, что под это дело очень хорошо можно списать любой препарат, даже который дополнительно снизит рождаемость, потому что никто этого не заметит, никто вам об этом не расскажет. И таким образом проблема господина Костюка, как быстро избавиться от какого-то залежалого препарата, она, конечно же, будет решена. К сожалению, вот такие эксперименты на людях, когда назначают препарат без показания, когда препарат наносит больше вреда, чем пользы, это, конечно, чистой воды нарушений прав человека. Я думаю, что может быть кто-то, кто нас слышит, кто занимается защитой прав человека, может быть он это и услышит, и воспримет это как руководство к действию. Как всегда в конце нашего ролика, я вас очень прошу, подписывайтесь на наш канал. Кто еще вам расскажет такие интересные сведения о такой животрепещущей теме, как рождаемость у больных шизофрении, о том, как психиатры могут повлиять, не все, конечно, психиатры такого не делают, как некоторые психиатры могут повлиять на рождаемость у больных шизофрении. Ну и, конечно же, пишите нам комменты, ставьте нам лайки. И, как всегда, я прошу, становитесь спонсорами нашего канала. Если хотите поддержать наш канал, то реквизиты счета вы найдете в описании ролика. До новых встреч!